На пересечении улиц Деваева и Мадыли Кожа школьник, переходивший улицу по пешеходному переходу, стал жертвой наезда автомобиля. От сильного удара мальчика отбросило почти на 10 метров. Мне домой позвонили свидетели, сказали, вашего ребенка машина сбила. Я быстро-быстро приехала, смотрю вот здесь, ребенок пешеход отсюда проходил. Но я приезжаю, он там лежит, понимаете? Женщина, не знаю, на какой скорости ехала, чтоб ребенок, он там вот лежал. Мы приезжаем, он лежит, никто его не двигает, но голова опухла, нога болит, он лежал, плакал, понимаете? Приехавшая по вызову скорая отвезла мальчика в областную детскую больницу. В областную детскую больницу в нейрокурсическое отделение утром около 9 часов поступил ребенок после автодорожной травмы. Возраст где-то около 7 лет. Я у нас прекрасно проникса трясения головного мозга, ушибы, мягкие ткани. Видимо, ребенка сбила автомашина. По улице Астраханцева Диваева сейчас общее состояние оценивается как среди тяжести. Этот перекресток имеет среди местных жителей дурную славу, как место постоянных аварий и наездов на людей. Он не оборудован светофорами. Стоит знак пешеходного перехода, но зебра совсем стерлась из-за интенсивного движения транспорта. Мы каждый год пишем в Акимат, просим поставить светофоры, установить знаки лежащих полицейских на перекрестках улицы Диваева с улицами модели Кожа и Маншук-Маметовой. Нет уличного освещения. Здесь очень часто происходят аварии и машины сбивают людей. Были и смертельные случаи. К счастью, мальчик выжил, хотя и получил серьезные травмы. И, вероятно, это не последний случай на этом перекрестке. Количество происшествий можно было бы снизить, если установить необходимую светотехнику. Но, видимо, голоса родителей и количество пострадавших еще недостаточно для того, чтобы местная власть обратила внимание на проблему.